Таинственное место Самарканда Амир Тимур, он же Тамерлан, один из самых могущественных людей в истории. Его почитали, его боялись, ему поклонялись, им восхищались. Так, вы думаете, это просто каменная глыба? Но нет, это трон Тамерлана. Разумеется, он не просто на холодном мраморе сидел. Трон застилали роскошными коврами и подушками. Сань, смотри, покажи крупно, видишь, выбойно. Это не просто так, дырочка, это отверстие для трости Тамерлана, ведь всем известно, что он был храмом. Великим храмом. Именно так называли завоевателя. И сейчас, спустя века, имя этого человека произносят с трепетом. Собственно, в Гур-Эмире тоже как-то немного трепещешь перед силой, мощью и монументальностью этого места. Один только гигантский бирюзовый купол чего стоит? Изначально тут должно было быть медресе, то есть учебное заведение, которое возводил один из внуков Тамерлана. Но дело до конца он не довел. Умер. Тамерлан решил на месте недостроенного здания сделать усыпальницу для любимого внука. Но вскоре, увы, и сам скончался. И был похоронен. Здесь же. По законам ислама, мусульманским мужчинам абсолютно запрещено носить золото. Но, глядя на эту роскошную усыпальницу, от золота шрепит в глазах. Видимо, отыгрались по полной. Но даже оно здесь такого особенного, приглушенного цвета. Большинство людей, посещающих этот мавзолей, в полной уверенности, что это истинные надгробные камни царской семьи Тимуридов. И что якобы вот этот черный камень и есть могила Тамерлана. Но это не так. Это всего лишь проекции настоящих могил, расположенных здесь же, в подземном склепе. Восток – дело тонкое. Не все камни, которые выставляют на показ, подлинны. Да и не нужно тревожить умерших. С этим здесь связана одна мистическая история. В Узбекистане плов принято есть в первой половине дня. Его начинают готовить в 11, и через пару-тройку часов казан уже полностью расходится на порции. Так что не откладывайте на вечер то, что нужно есть утром. Просыпаемся и идем на ош. Плов по-узбекски. В разных уголках страны своя технология приготовления. Но не обязательно переезжать из города в город, чтобы почувствовать разницу. В таких ошницах можно попробовать сразу несколько видов плова за один раз. Я хочу начать вот с этого. Называется он свадебный и отличается, допустим, от рядом стоящего тем, что он перемешан уже, а здесь он вроде бы как слоями. В Москве точно не найдешь такого плова. Продукты другие. Говядина, баранина с изюмчиком, с изюмчиком. Я очень извиняюсь, но если по поводу плова можно сказать слово «божественно», то именно это определение к нему сейчас и подходит. Так, вот он. Фирменный самаркандский плов отличается от того, что здесь все слоями. Риска поменьше, миска побольше. Тоже очень вкусно. Ну а кому и того, и другого маловато будет, пожалуйста, тут вам и яйца с перепелиной, и колбаса конская, козы и долма. А на закусочку салатик с лепешечками, а на запивочку графинчик компотика. Сейчас бы, конечно, кофейку бахнуть, но не тут-то было. В Узбекистане национальная традиция пить горячий зеленый чай. И всем любителям эспрессо, капучинки, латешечки придется изрядно постараться, чтобы найти достойную кофейню. Ну или, как я, пройти курс детоксикации и отдаться национальным традициям. Чай и от жары спасает, и помогает жирные блюда переваривать. Недаром в народе ходит такая пословица. Чай не пьешь, откуда силы берешь. Есть в Самарканде и своя Красная площадь. Точнее, площадь Красного песка. Именно так переводится Регистан. Захватывающее и самое открыточное место всего Узбекистана. Но тут не красным красно. Здесь 50 оттенков синего и голубого. Кажется, что все эти каллиграфические красоты похожи друг на друга. Но это не так. Каждое здание уникально и неповторимо. Это три медресе – духовные школы, где мальчики изучали богословие, естественные науки, геометрию и астрономию. Первой еще в 15 веке появилась медресе Улукбека. Что такое медресе? Это высшее учебное заведение. На первом этаже кильи, в которых студенты обучались, Корану. Ну, а вот в таких маленьких хибарках на втором этаже они жили. Жили тут примерно 100 студентов. И вот такой персональный подход давал приличный результат. Не зря же в то время Узбекистан был одной из самых продвинутых стран Азии. И эта медресе – одна из немногих в Узбекистане, куда принимали и богатых, и бедных. Главное условие – чтобы ты был талантливым. Пару веков спустя напротив этого медресе появилось еще одно, а позже и третье. Так и получился неповторимый микс из золота, глазури, декоративной мозаики и филигранной вязи. С изящными минаретами, устремленными в небо, и расписными порталами, чьи замысловатые узоры расшифровывают до сих пор. До того, как тут построили три вот этих пышных медресе, на площади каждый день гудел базар. Потому что Самарканд был одним из важнейших городов Шелкового пути. И сейчас тут кипит торговля. В кельях бывших студентов устроили сувенирные магазины. – Что у вас тут интересного дают? – Сюзанны. – Ну вот эти вот на подушники, они же наволочки, да? – Да, да, да. – Вот расскажите про них. Вот смотри, вот это прям яркое-яркое. – Ну это мы называем узбекский Пикассо. – Узбекский Пикассо, кстати, да. – Адтракционный. – Похоже немного. А какие чаще берут и какие больше ценятся? Эти или вот эти? – Больше национальные, конечно, эти работы. Потому что у них, во-первых, это полностью из шелка и домотканный материал у них полностью идет. Вышивка тоже полностью ручной работы. Такие подушечки можете стирать, не перестирать. – А эти? – А эти у них материал фабричный, просто ручная вышивка. Такая она 320 тысяч сумм стоит, а такая 600 тысяч сумм. – В два раза дороже? – Конечно. – Вот, проведите, пожалуйста, ликбез про ваши национальные узоры на тканях. Что они означают и почему они такие? – Ну, в основном у нас на узоре используется гранат. Есть один узор, который называется плывущие облака над поверхностью воды. Вот этот узор. Бедный парень полюбил богатую девушку. – Бедный парень. – Пришел когда просить руки у ее папы, отец сказал, что у тебя есть. Он сказал, ничего. Так придумай, говорит, то, чтобы ни у кого не было. Он грустный, пошел к речке, сел. Плакал и увидел, что облака плывут над водой. И придумал материал. – И тот сделал. – И тот отдал свою дочь за него. – Вот видите, всю жизнь, во все века самое ценное – это идеи и креатив. Ясно? Ух! А еще здесь можно прикупить местные ковры, керамику, каракуль и холодное оружие. – Ножи производятся чувств. Ферганская долина. Просто делаются такие ножи с одного металла, а эта часть уже из десяти металлов. Для коллекционеров, конечно, здесь рай. А как вывозить? На таможне не остановят? – Нет, нет. А что, думаю, писать со специальной бумагой? – А, то есть бумага есть, что это не предмет... – Старины и не боевое оружие. Все. О, лайфхак. Еще один лайфхак – встретить закат на крыше медресе и посмотреть на Ригистан с необычного ракурса. Не многие знают, что это возможно, но если улыбнется удача и соблаговолит местный смотритель, то... Ого! 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 Во! Фантастика! Красивенько! Эксклюзивненько! Вы видели хоть одно тревел-шоу, которому выпала честь и возможность походить по крыше Ригистана? Да, вы его сейчас смотрите. Ну, а сразу после захода солнца эти живописные стены не то что становятся краше, они оживают. Узбекистан Величественный Ригистан растворяется в темноте и словно открывается портал в прошлое. Идут караваны в пустыне, строятся шедевры архитектуры, вся многовековая история страны с современными лазерными и 3D-наворотами. Зрелищно и фундаментально. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, ну это было неожиданно круто. Правда, понравилось? Я тоже в шоке и в восторге. А что самое интересное, знаете, как в прошлые века стены Ригистана были центром просвещения, так и сегодня они проецируют эту же миссию для всех желающих погрузиться в историю страны. И это безумно увлекательно и любопытно.